В столице прошел концерт под названием «Барлигамэсжараскан». На онлайн-вечере, организованном театром драмы и комедией имени Азербайджана Мамбетова, прозвучали мелодичные песни и стихи. В нашем театре сейчас работают 37 актеров. 30 из них приняли участие в этом концерте. Они выступили в прямом эфире, так как зрителям вход пока запрещен. В программу вошли очень много песен, отрывки из наших спектаклей и танцевальные номера. Также актеры читали поэзию. Артисты представили отрывок из спектакля «Жасабай». Также такие произведения великого Абая, как «Айтым сайлим халамхас», «Жельсистунде Жарыхай» и «Коземнен Караса» прозвучали на пяти языках. Обычно стихи Абая читают опытные актеры. Может, величие Абая и заключается именно в том, что из его наследия что-то полезное для себя извлекают как старшие, так и молодые. Так и мы, молодежь, делаем какие-то выводы из его строк. Его стихи актеры не могут просто взять и прочитать. Он находится в состоянии глубокого размышления. Всего в программе было более десяти концертных номеров. Коллектив театра, несмотря на карантинные ограничения, планирует и впредь организовывать яркие концерты для любителей театра. При Столичном театре драмы имени Калибека Куанышбаева открылась лаборатория свободного творчества «Калики». В рамках торжественного события состоялась премьера драмы Уралхана Бокея «Ойкэм Кельмейды». Режиссером-постановщиком спектакля выступил молодой актер театра Базиль Султангаза. Я очень рад, что была выбрана именно эта тема. В постановке затрагиваются всем знакомые чувства. Это и доверие, и обман, и первая любовь. Говорится о том, что все это временно. Чувства – это мимолетная пылкость. Все по молодости совершают ошибки, никто никого не ценит и готовы в любое время предать друг друга. Все это есть в данной постановке. Вообще взяться за эту драму – большая смелость. При творческой лаборатории театра в будущем планируется проведение мастер-классов и встреч с зарубежными специалистами. В 2007 году я бывал в Москве. Там у них есть летняя театральная школа, основной целью которой было развитие русских театров за рубежом. Работа нашей лаборатории тоже направлена на развитие казахстанских театров. То есть мы будем повышать квалификацию актеров не только нашего театра, но и актеров из регионов. Поначалу, если не месяц, то хотя бы 15 дней мы будем повышать уровень мастерства актеров с помощью мастер-классов известных зарубежных режиссеров, педагогов и других авторитетных специалистов. Еще одной особенностью лаборатории – это представление спектаклей «Вечернее время». Это делается для того, чтобы молодежь могла проводить досуг в лаборатории после окончания рабочего дня. Нужно отметить, это первая лаборатория творчества при Государственном театре. В Алматы в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла прошел концерт, объединивший уникальность множества национальных культур. Со сцены прозвучали казахские, русские, украинские, белорусские и кыргызские народные песни в исполнении государственной хоровой капеллы имени Бахаджана Байкадамова под руководством заслуженного деятеля Республики Казахстан Беймбета Демеова. Национальную яркость и самобытность продемонстрировали также участники хореографического ансамбля «Бедульги» посредством традиционного корейского танца «Свейерами». Наши танцы, танцы корейские, именно национальные, они очень занимают такую высокую позицию. Имеется интерес, спрос у людей, потому что танцы на самом деле очень красочные, очень красивые. И там действительно те, кто занимаются этими танцами, очень много чему учатся. Не только каким-то определенным движением, но и в целом это идет и установка, зарядка характера, в первую очередь дисциплина, ну и, конечно же, вот потом в конечном результате выдаем очень красивую такую вот красоту. В концерте насыщенную программу представили фольклорно-этнографический ансамбль «Туран», государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии, фольк-группа «Дейр-Арт» и детский музыкальный театр «Кацен-Пилотен». А сейчас вкратце о некоторых событиях ближайших дней. В Карагандинском театре имени Станиславского 15 мая пройдет показ «Ревизора» Николая Гоголя. В Павлодаре 15 мая театралы смогут увидеть спектакль «Странная приемная». 16 мая в Кустанае труппа театра имени Омарова даст постановку «Мэриэм Ильяс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова